Я вам открою один небольшой секрет, и вы, может, даже не поверите, но в виллече, в этом месте, где живут в основном пожилые люди, процветает STD. Что такое STD? В английской аббревиатуре это Sexual Transmitted Diseases. Это всевозможные болезни, которые передаются полным путем. Так вот, здесь процветает и это, и то, и даже проституция. Нам рассказывали, мы не верили. Пока я тут гуляла, мама наблюдала за женщинами, которые себя вели не иначе, как женщины легкого поведения. Причем они уже были под шофе. Может быть, вот это как раз та девица, которая танцевала джаз, одна из них, она такая в сереньком одета. Ну, а скажите мне, пожалуйста, что им мешает здесь пить, курить и отдаваться? Ничего не страшно. Взрослые люди, свободные люди, не обремененные никакими детьми, никакими, боже упаси, внуками. Они приехали сюда радоваться жизни. Отрываться на все столы. На все столы. Они совершенно не чувствуют своего возраста. Ну, и где-то, может быть, как-то теряют контроль. А что, с молодыми не бывает? У них эти две девицы сидели здесь, по-моему, пили из сумки. Потом красились. Себя, так сказать, они разжигали. А потом подошли тут и останавливали каждую. Приставали сначала к мужчинам, кто по одному ходит. Приставали прямо к мужчинам? Прямо спрашивали о чем-то. И все, и мужчина вот так на них рукой даже швырял. Потом стали вот здесь вот машина останавливаться. То же самое приставали. Мы тоже их как бы обругали, типа так. Маски на них, подходит. Смягченый мальчик. И давай там вот трепываться в этом зоне. А сами видишь, не одетые, не обутые. Я не знаю, почему здесь даже не одеты. Ой, какой красивый автомобиль. Ласточка. Шорта. Ну да, видишь, это там. Голуболый, слабый. Неважно, по-пляжному одеты. Ну вот смотри, я сейчас прошлась. Это норма одежды. И вот мужчина там поет очень красиво, пожилой. У него вообще пляжные шорты с пальмами. Бейсболка. То есть этот мальчишка еще прилично одет. Ну да, здесь одежда не важна. Они, кажется, на пляже, да. Расслабляются по полной. Ты посмотри, здесь уже почти места занимаются. Да, места занимаются. А помнишь, мы однажды, когда вечерком здесь даже у меня съемка есть, были эти девушки филиппинские. Они тут такое шоу-танцевальное устраивали. Тоже, наверное, они занимаются. Мне так-то приятно стало, что вот это вот как бы загрязнело. Мне это место, я всегда удовольствие получаю, когда я еду. Вот эти двери. Ну, зачем ты, говоришь, загрязнилась? Это краски. Посмотри, сколько кругом злачных заведений. Вино продается в каждом киоске на четырех углах. Что здесь творится ночью? Какие песни? Какие пляски? Какой отрыв люди уходят? Самое главное, что после 55 лет. Ну, многое я смотрю, тут не после 55, а после 75 лет. Ну, да. Потому что на пенсию, да, американцы выходят после 65 лет. И не всякие еще и хочут идти на пенсию. Ну, смотря у кого какие планы. Здесь публика очень разная. Здесь очень богатые, здесь не очень богатые. Музыку любят все. Музыка всех связала. Посмотрим, что мест не остается. Да, мест не остается. Уже сон попахивает. Ну, уже в 6.30, в 7.00. Уже в 5 часов. А, ну в 5 уже они начнут. Ну, воробьи тут вот это вот обдирают. Такую толпу. Вот сегодня у нас такой вредненький получился. Раз, раз, травилочек. Мы всегда здесь таем. А тут увидели другую сторону медали, о которой слышали не раз. Ну, как сказать, мы же знаем вот эти вот сигналы, по каким люди одинокие узнают друг друга, ищущие друг друга в толпе. Что? Про этикетку. Да, это Джуди рассказывала. Да, наша соседка Джуди, она в таком возрасте, и одинокая женщина. И она знает, что означает. Она мне рассказывала. Этикетка выставляет. Сзади на футболках. Это сигнал. На бутках, на рубашках. Этикетки, они их выставляют. И открыт для общения. Да, поэтому мы всегда следим, чтобы мы были закрытыми. Этикеток не видела. Эти две женщины очень неприятные. Там не то, что этикетки, там пробы. В общем, ужасно неприятные. Ну, в основном мы здесь любуемся, конечно, семейными парами. Вот сейчас идут бабушка, дедушка, внуки. Ой, какая упитанная белка. И все так хорошо. И семьи здесь крепкие. Все за ручку. Все за ручку. Не разлей вода. Дети пошли спалить на улице. Да, вот мы не подумали, что его надо угощать. Мы пошли, поехали домой. Концерта мы не дождемся, да? Ну, хоть чуть-чуть. Нет, ну, уже поздно идем. Там же у нас есть канал. У нас проконтролируем. За поведение.